Всем привет! Вы смотрите The Abyss News, рубрику которой будут показаны самые свежие новинки игр, а также новинки в сфере компьютерных технологий. А так как эти две составляющие очень важны для настоящих геймеров, а разработка игр не стоит на месте, мы будем стараться подносить самые свежие и самые правдивые игровые новости. Сегодня вы увидите. Объявлена дата релиза Assassin's Creed Vitape на ТК. Метод 2035 находится в разработке. Пять нюансов касательно игры Mad Max. А еще вы узнаете почему AMD работает с DirectX 13 лучше чем с NVIDIA. А также еще много чего интересного в этом выпуске. Смотрите нас дальше. Юбисофт сообщили, что ПК-версия Assassin's Creed Syndicate выйдет 19 ноября. Почти через месяц после релиза на консолях. По словам разработчиков, все дела в оптимизации. Мы существенно улучшили процесс разработки и тестирования, благодаря чему смогли очень рано начать работы по оптимизации и полировке ПК-версии игры. Это стало одним из главных приоритетов нашей команды в этом году. Но даже несмотря на внедрение новых процессов, команда решила, что ПК-версия Assassin's Creed Syndicate нужно чуть больше времени на полировку. За эти 4 недели мы окончательно отладим игру и убедимся, что она будет отлично работать у всех игроков с самого первого дня. Ранее разработчики уже обещали, что обратят на ПК-версию игры самое пристальное внимание. По словам разработчиков, системные требования игры будут опубликованы ближе к релизу. Assassin's Creed Syndicate выходит 23 октября на Xbox One и PlayStation 4. Все почитатели творчества Дмитрия Глуховского, известного по роману Metro 2033, теперь могут ждать продолжения одноименной игры. Писатель Дмитрий Глуховский давал интервью по поводу своего нового романа Metro 2035 и будто бы не означая поминул, что готовится игра по его мотивам. Но вот в чем весь интерес. Имя 4A Games не фигурировало в интервью, и вместе с тем будем надеяться, что разработкой данной игры занимается именно эта студия. Разработчики пытались выбить у THQ деньги на финансирование подводного шутера Deep Six. Компания справедливо рассудила, что им лучше и дальше делать игры в рамках популярной вселенной. С тех пор 4A Games сконцентрировались на презентации двух шутеров для Xbox One и PS4. Но дальше уже сам Глуховский велел делать Metro 2035. Метро 2035 появилась на прерывках книжных магазинов 12 июня. По сложившейся традиции, автор последовательно выкладывал его главы в сети до релиза. На официальном форуме популярного торрент-клиента uTorrent появилось сообщение от разработчиков программы, в котором говорится, что в ближайшие недели будет представлена новая модель лицензирования приложения, предполагающая новые варианты получения денежных средств от пользователей. По заявлениям создателей uTorrent связано это с тем, что применяемые в настоящее время методы монетизации не слишком дружественны к установившим программам. Первая версия программы uTorrent появилась в 2005 году и распространялась бесплатно. Через несколько лет, собрав обширную пользовательскую базу, разработчики перешли на условно-бесплатную модель, предлагая бесплатную и премию версии приложения. В бесплатной версии программы пользователю периодически демонстрируется реклама, и при установке также предлагается установить приложение от партнеров. Платная версия uTorrent имеет ряд дополнительных функций, в частности, возможность потокового воспроизведения файлов, преобразования загруженных файлов для воспроизведения на любом устройстве, антивирусную защиту и премиум-поддержку. В настоящее время приложением пользуются 150 миллионов человек по всему миру. Варианты из демонстрации рекламы установкой партнерского программного обеспечения признаны несолидными для компании, с таким количеством активных клиентов. Под предложением сайта Torrent Free вполне возможно, пользователям будет предложено оплачивать диземесячную или ежегодную, либо единовременную плату за использование uTorrent без рекламы и навязывания трудного срока. Скорее всего, будет разработано несколько вариантов лицензирования, включая и бесплатный, однако в последнем случае uTorrent будет включать в себя самую минимальную функциональность. Студия Lionhead подтвердила то, что уже давно предполагалось. Fable Legends на ПК выйдет как эксклюзив внутреннего магазина приложений Windows 10. Информация была опубликована в Twitter студии, комьюнити менеджером, так что анонс эксклюзивности в этом магазине можно ждать в ближайшее время. Fable Legends – кооперативная фри-то-плеер RPG с поддержкой кроссплатформенной игры между Windows 10 и Xbox One. Именно поэтому шанс выхода в фильм из-за их маршина был не очень велик. 1 сентября одновременно с Metal Gear Solid V The Phantom Pain в поддержку поступает игра Mad Max. И несмотря на скорый релиз, многие геймеры до сих пор не знают, что она не имеет никакого отношения к одноимённому фильму, вышедшему в этом году. Об этом и многом другом вы узнаете в списке из пяти нюансов, которые вам следовало бы знать о этой игре. Игра Mad Max не имеет ничего общего с фильмом «Безумный Макс. Торога ярости». Вы не играете за Томом Харди в образе Макса Ракатанских, и вам не нужно вместе с Шенли Стерн спасать пять жен от несмертного Джо. Игра Mad Max – это такой оригинальный подход к франчайзу со своим собственным Ракатанским. По сюжету, Макс попал в засаду воинного полураспада под управлением Скабруса Скротуса, сына насмертного Джо. Войны полураспада украли все сбережения Макса и оставили его умирать. Но главный герой выжил и встретил Чемберкета. А арбатная механика согласившись встать на сторону Макса, пока тот будет помогать ему создавать идеальный транспорт Магнум Оплы. С этого и начинается впитательное приключение Макса по поиску Скротуса из всего украденного. Пустошь реально очень большая, как Batman Arkham, ну или игры Middle Earth. Mad Max имеет большой открытый мир для исследования. Равнины, тишины – это обширная, ничего не прощающая земля, разбитая на несколько регионов, каждый со своей предысторией и ландшафтом. Тут есть каньоны, пещеры и пустыни для исследования, а также множество побочных заданий. Успешные атаки на форты, уничтожение вражеских конвоев и завершение гонок будут снижать уровень угрозы в регионе и делать его более дружелюдным для Макса. Вы будете открывать дружественные укрепления, где можно будет получить новые квесты и награды. В конечном итоге каждый регион имеет своего босса, которого нужно победить, чтобы продвинуться по сюжету. Если это звучит как Batman Arkham или Middle Earth Shadow of Mordor, то так оно и есть. Мир и задания в игре Mad Max вдохновлялись именно этими играми, и эта тема будет развиваться на протяжении всей игры, так что уже сейчас вы можете понять, понравится вам Макс или нет. Это игра о выживании. Mad Max – это не просто игра по вождению и драке. Она про выживание, хоть она и не такая хардкорная, как Don't Stirl. Но игрокам придется следить за показателями Макса и собирать еду с ладой. В игре даже есть маленькие грызуны, которых нужно съесть, когда у вас закончились припасы. В Magnum Opus также нуждаются топливы, а топливо – редкий продукт, и носить с собой можно будет лишь одну канистру. К счастью, вороны летают над локациями с продовольствием, так что найти запасы будет не проблема. А эти запасы нам точно понадобятся, потому что пустошь отрушит на нас всю свою мощь. В Mad Max есть динамическая смена дня и ночи, а также погода, имеющая значительное влияние на местность. Есть даже локации с песчаными бурями и отсутствием запасов. В ней-то и находятся лучшие части Magnum Opus, так что для отправки туда нужно значительно запастись. Mad Max акцентрируется на езде и сражениях на автомобиле. Поле 60% игры требует вождения. Хорошо, хотя оно сделано очень круто. В роли Макса вы будете водить Magnum Opus, полностью кастомизированный транспорт, построенный чумом. У вас будет доступ в гараж, прямо из главного меню, где вы сможете модифицировать движок, шасси, колеса, краску и даже корпус. Эти изменения являют не только на внешний вид автомобиля, но и на его характеристики. Улучшение движка увеличит скорость и ухудшит управление. А чтобы сражение на колесах чувствовать очень интересно, Элленч придумали множество соответствующих вещей. На свою машину можно нацепить резаки и резать в рахов, стрелять огнеметом изовых лопат или просто укрепить корпус и идти на таран. Также во время езды можно использовать огнестрельное оружие, например, стрельнув из дробовика по горящему движку или сарать броню гарпуном. Дорогого можно будет побеждать даже используя динамическую погоду, но убедитесь, что это не уничтожит самих глаз. Как и боевая система Batman Arkham, у Warner Bros. есть убийственная боевая система свободного течения, впервые представленная в Batman Arkham Arzillium. Эта система позволяет игрокам создавать цепочки из своих атак, комбо-контрударов и добиваний. Rocksteady улучшили эту систему долгие годы, потом ее позаимствовала Monolish, а теперь Avalanche, добавив несколько изменений. Одно из них это жестокость. Если в Мордор вы отрезали врагам головы и конечности, то в Безумном Максе вы будете выбивать из врагов живой дух, кулаками, оружием или взрывными копами. Второе. Макс не настолько физически развит, как Batman, поэтому боевая система более медленная и нехватку скорости игра компенсирует своей брутальностью. Многие из вас наверняка в курсе, что шлем виртуальной реальности Project Morpheus от Sony должен поступить в продажу в первой половине 2017 года, но вряд ли кто-то догадывался, что сам шлем уже готов, теперь ждет необходимого контента. Об этом на Reddit рассказал инженер Sony, проработавший над шлемом около 3 лет. Я работал с Sony на Project Morpheus около 3 лет, но должен выйти в 2016 году. И это устройство картинаально отличается от мобильных телефонов или всех других электронных предметов, к которым вы привыкли. Когда я работал с телевизорами, то у нас уходило 18 месяцев на отправку новой модели производства. Но шлемами виртуальной реальности все намного иначе. Потому что им нужен сам контент. В нашем случае Project Morpheus уже готов. И мы просто ждем игр, выходящие из него. И это правда, ведь Sony вводит Project Morpheus по всем своим выставкам, и все, кто попробовал, говорят о высоком уровне работы и удобстве. По предварительным данным, Project Morpheus должен выйти до лета же 2016 года. Миррорс Эдж каталист получается жадной до процессорной мощности. Эффектно разбивавшиеся два года назад маски охранников куда-то исчезли. Предыстория Fade обретает свои черты в перезапуске серии. Механику движения Fade, выбесившую многих игроков в оригинал 2008 года, переделали с нуля. Сайт Jernuke.com пишет о докладе про Mirror's Edge Catalyst на ежегодной конференции Seagraph, в ходе которого DICE рассказали об использованных в игре продвинутых технологиях создания изображения в игре. Выясняется, что из-за необходимости уменьшить большие вычислительные задачи в тесные бюджеты по оборудованию, разработчики активно применяют использованные в современных практических картах и консулях технологии. Одна из них называется Asynchronous Compute, и позволяет достичь нового уровня глубокой оптимизации и выжать больше производительности из практического ядра. Игрокам будет полезно знать, что Mirror's Edge Catalyst активно использует результаты центрального процессора, в частности из-за масштабного гордора, изображенного в игре, и новой технологии прорисовки. Применяя современные графические API, разработчики смогли сократить количество вызовов прорисовки и оптимизировать нагрузку. Сайт VCCFT.com провел небольшие исследования и нашел отличия между версиями Mirror's Edge Catalyst, показываемой на E3 в 2013 году, и Gamescom в этом году. С одной стороны, в разработке заметен прогресс, улучшается физика освещения, с другой, куда-то пропали сбивающие маски охранников. Нарративный режиссер Mirror's Edge Catalyst, Кристофа Эмгард, рассказывает о переосмыслении образа Фейт Конн для второго старта игры. Да, датуировка, по глазам, у нее не просто так. Не просто так она избегает огнестрельное оружие, не просто так стала бегущей, не просто так каждый день рискует жизнью на крыше хорда Зеркал. Понять эти причины, понять, как лучше вклести их в наши повествования, водно, чем я работал два последних года. Фейт создал не я, о чем истинно не пожалею. Часть ее создания принадлежит тем, кто пришел раньше. Мне же положено лишь опекать и, пожалуй, растить уже созданный образ, развивать идеи, заложенные в него ранее. Я знал, кем должна быть Фейт на момент начала игры. Беззаботным, нестесненным обязательствами бегущим, стремящимся проявить себя и борющим связь с воспоминаниями о прошлом. Подросткам, которые рискуют без необходимости и могут даже показать эгоистам в своем безудержном индивидуализме. Но в глубине души просто ищет замену утраченной себе. Бунтаркой, которая каждый день борется с холодным и суровым обществом, чьи ценности идут вразрез с ее собственным. Также на сайте mirrorsedge.ru приводится расширенный перевод материала из журнала Edge, которыми идет речь о новом открытом и бесшовном городе Зеркал. Управлять Фейт, героиня, олицетворяющей свободу неограниченного передвижения, приятнее, чем раньше. Отдельной кнопки для бега нет. Фейт просто бежит, набирая скорость, пока не превратит, не прервется цепочка движений. Левый бампер отвечает за действия, признанные приблизить глаз к небу над листающим белоснежным мегапоясом. Бег по стенам, сбирание по карнизами трубок. Оправы для перекатов, после больших прыжков, скольжения и стопы спрыгнуть с возрушения. Такая схема управления рассчитана на инстинктивные передвижения и не заставит вас волноваться о мелочах на маршруте. К тому же, отлично подходит к новой истории становления Фейт. Почему же AMD работает с DirectX 12 лучше, чем с NVIDIA? Наверное, все игромады знают о выходе нового DirectX 12, и некоторые из них слышали, что на AMD он показывает себя намного лучше, чем на NVIDIA. После ревиза Ashes of the Singularity возникла масса разговоров относительно впечатляющих результатов на GPU от NVIDIA среднего ценового диапазона, который достиг результатов топовой графики от NVIDIA. При этом, последняя не представила значительного скачка производительности. Пользователь Mechigen с форума Overclock.net провели немного света и на различия в результатах AMD NVIDIA. В качестве подмоги есть даже несколько слайдов от самой AMD на данную тему. Mechigen пишет, что искажение асинхронного потока позволяет выставлять 31 вычислительную задачу и 1 графическую задачу, так как JCN 1.1.1.2 от AMD состоится из 8 асинхронных вычислительных движков, каждый из которых позволяет выставлять по 8 задач в очереди или 64 в общей сложности. Графическая задача также осталась одна, выполняемая графическим командным процессором. По сути, это значит, что в отношении параллельных вычислительных вычислений, чипы JCN, то есть график формы, должны превосходить прямых конкурентов в маске, что и было представлено в демо HL4GC-2. Желательно известно, что NVIDIA работает ощутимо лучше под 950. Честно, это с тем, что GPU лучше справляется с серийным планированием, нежели с параллельным планированием. Вот, что пишет Mechigen относительно результата тестирования. Людям было интересно, почему NVIDIA лучше работает в DirectX 11, чем в DirectX 12. Это связано с тем, что NVIDIA оптимизировала свой DirectX 11 путь в драйверах. Для A6 за сингулярки. В DirectX 12 нет оптимизации в драйверах, так как игровой движок почти полностью напрямую связан с графическим железом. Поэтому оптимизации не производили. NVIDIA положилась на талант программистов и архитектуру мат с параллельными потоками DirectX 12. Сейчас работники затачивали параллельную поточность Wi-Fi, чтобы эффективнее вызывать эти объекты на экране. Таким образом, то, что мы видим с NVIDIA, это бутылочная гула, что возникает в DirectX 13. NVIDIA использует оптимизацию в DirectX 11 путём креоритета нагрузки и смены шейдеров. Да, драйвер NVIDIA включает компилятор, который рекомпилирует и соединяет шейдеры, которые не построены под архитектуру. Одна игра за раз. Драйвер NVIDIA также внутри-поточен и использует свободные ядра CPU для рекомпиляции и смены шейдеров. Та работа, которую NVIDIA осуществляет совсем под DirectX 11, осуществляется AMD на железе под DirectX 12 при помощи асинфронных вычислительных гришков. Что же всё это значит? Если простым языком, то архитектура AMD отлично подходит для DirectX 13. Хотя NVIDIA очень хорошо справляется с работой на DirectX 12, их архитектура требует полной переработки, чтобы использовать огромный потенциал DirectX 12, который сейчас у них упирается в пошаговую оптимизацию, а не параллельные вычисления. NVIDIA предстоит изменить архитектуру своих будущих GPU, если, конечно, они не убедят разработчиков использовать техники работы с DirectX 12, которые выгодно NVIDIA лишают AMD скачка производительности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok